Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Дорогие отцы, братья и сестры, в сегодняшнем чтении из послания к Тимофею Святой Апостол Павел напоминает нам о том, что всякое Писание Бога духовновенно и полезно. И это то напоминание, которое важно для нас, потому что в этих словах Апостола Павла речь идет о ветхозаветных писаниях, но впоследствии эти же слова Святая Церковь распространила и на Священное Писание Нового Завета. Для Апостола Павла Писание – это были те книги, которые сейчас включены в Ветхий Завет. Во времена Апостола Павла еще не было Евангелий, как общепринятых в Церкви, литературных памятников, посвященных жизни и учения Иисуса Христа. А послания Святого Апостола Павла только создавались, и они еще не были в Священном Писании. Но со временем Церковь добавила к Ветхозаветному канон, канон Новозаветный, включив в него четыре Евангелия, послания Апостола Павла, послания других апостолов и книгу Откровения Иоанна Богослова. И с тех пор именно это Священное Писание является для нас благодухновенным и полезным. И мы прежде всего обращаемся к Святому Евангелию, как книге, через которую Сам Господь Иисус Христос с нами беседует, и через которую мы узнаем о жизни, чудесах, страданиях, смерти и воскресении Господа Спасителя. И мы обращаемся к посланиям Святых Апостолов, как к авторитетному толкованию христианской веры. Но мы не ограничиваем наши источники вероучения только Священным Писанием, потому что мы знаем, что Священное Писание правильно толкуется только изнутри предания Церкова. Само по себе Священное Писание является только частью Священного Предания, а другой его частью является наследие Вселенских Соборов, творение Святых Отцов, богослужебные тексты, которые мы слышим ежедневно за Божественной Литургией и другими службами, а также и весь тот многовековой опыт, который передается христианами из поколения в поколение. Духовный опыт молитвы, опыт богосозерцания, опыт богословия и богомыслия. Но Евангелие остается для нас главным источником того, что мы узнаем о жизни и учении Господа Иисуса Христа. И именно поэтому Евангелие читается в Церкви каждый день. Читается с особым благоговением, Евангелие мы слушаем стоя. Если в Древней Церкви можно было садиться во время чтения апостола, и до сих пор священнослужители в алтаре садятся, когда читается апостол, можно было садиться на кофизмах из псалтири, то во время Евангелия всегда вставали. И слово «премудрость», которое произносится перед чтением Евангелия, означает, что слушать его нужно с особым вниманием. А слово «прости», которое тоже произносится перед Евангелиями, означает, что слушать его надо стоя. И вот мы каждый день за Божественной Литургией слушаем евангельские рассказы о жизни, чудесах и получениях Господа Иисуса Христа. И сегодня мы слышали рассказ из Евангелия от Луки о том, как Господь Иисус Христос в один из последних дней своей земной жизни вошел в храм Иерусалимский и опрокинул столы миновщиков, разогнал тех, кто торговали с котом, жертвенными животными, и сказал, «Вы превратили дом отца моего в дом торговли». Об этом событии повествуют все четыре евангелиста. Только евангелисты Иоанн помещают его в самое начало общественного служения Господа Иисуса Христа, а евангелисты Матфей, Марк и Лука помещают его в конец общественного служения Господа Иисуса Христа. Из чего мы можем заключить, что Господь Иисус Христос, по крайней мере дважды, изгонял из храма продающих и покупающих. И как и древние пророки, которые получали не только словами, но и символическими действиями, Господь совершил это действие для того, чтобы напомнить и тем, кто его окружал, и всем последующим поколениям о том, что такое храм и зачем он нужен. Тогда на всю израильскую землю был только один храм, и в этот храм стекались со всей земли люди для того, чтобы принести жертвы Богу. А сегодня храмов много, храмы находятся в шаговой доступности, и в каждом из них приносится не кровавая жертва, а приносится бескровная жертва. Сам Господь Иисус Христос приносит Себя в жертву, а мы являемся участниками и причастниками этой жертвы. Но храм как тогда был создан для того, чтобы быть местом встречи между человеком и Богом, так и сегодня существует для того, чтобы мы здесь в храме Божьем встречались с Богом через молитву и через священное таяц. И всякий раз, когда мы приходим в храм, мы ощущаем эту особую атмосферу присутствия Божьего. Бог не нуждается в рукотворенных храмах. Бог не в рукотворенных храмах живет, как напоминает нам тот же апостол Павел. Бог присутствует везде и повсюду. Он присутствует и в наших домах, и в нашем сердце, и в окружающем мире, и в природе, и везде, и в любое время, когда бы мы не захотели, где бы мы не захотели, мы можем обратиться к Богу, задать ему вопрос и получить от него ответ, вознести к нему свою молитву и быть услышанным. Но храм – это особое место. Это место, где особым образом мы встречаемся с Богом, и где мы общаемся с Богом не только в одиночестве нашего сердца или нашей кельи, но общаемся с Ним вместе друг с другом. Мы совместно возносим к Нему молитву и совместно получаем от Него ответ. И в храме Божьем мы приобщаемся к Господу нашему Иисусу Христу через причастие Его Святого Тела и Его Животворящей Крови. Вот почему храм является для нас особым местом. И вот почему храм никогда не должен превращаться в место торговли. Вот почему в храмах не должны висеть цельники на таинства священные, на молитвословия. Вот почему все пожертвования, которые люди приносят в храм, должны быть добровольными, и они должны соответствовать возможностям человека. Никто не должен навязывать людям ту или иную цену или тот или иной размер пожертвований. Пусть каждый принесет, сколько он может и сколько подсказывает ему его сердце. Когда бедная вдова принесла две ленты, то Господь похвалил ее и сказал о том, что она принесла больше, чем многие богатые, которые жертвовали от избытка своего, а она от своей бедности пожертвовала. И это священное Евангелие еще вот о чем напоминает нам. Том Божий является тем местом, куда мы не должны входить с земными помышлениями и чувствами. Бывает так, что человек входит в храм, он присутствует при совершении богослужения, он слышит краем уха слова молитв, он слышит прекрасное пение, он созерцает священно действия, которые происходят, а в душе его и в его уме происходит торговля. Он думает о своих земных делах, он думает о том, как бы побольше денег заработать, он думает о не упал ли сегодня доллар по отношению к евро или рубль по отношению к доллару. И стоит такой человек в храме, а ум его становится не храмом Божиим, а домом торговли. Не случайно за Божественной литургией многие песнопения напоминают нам о том, чтобы мы всякое земное отложили по печенью, как говорится в тексте Херувимской песни. И не случайно Церковь своими молитвословиями напоминает нам о том, чтобы мы свой ум и свое сердце во время молитвы и во время богослужения обращали к Богу. А когда мы слышим Священное Писание, чтобы мы вслушивались в каждое Его Слово, потому что оно Богодухновенно и полезно. Будем, приходя в Храм Божий, отлагать всякое земное причение, будем оставлять все посторонние мысли за порогом Храма. И будем здесь, в Храме Божьем, приобщаться к Богу, к Его Божественной благодати через молитву и через священное таинство. Аминь. Храни вас всех, Господи! Иисус, Господи! Иисус, Господи!